Привет! На связи снова руководитель онлайн-центра подготовки к ЕГЭ Виктор Медведев. И сегодня мы с вами запускаем новую рубрику. Это экспресс-разбор сложных заданий за ЕГЭ. Это будут очень короткие видео, но они будут разбирать всего лишь одно задание, которое затрагивает тот или иной сложный вопрос из реального ЕГЭ, из демонстрационного варианта или еще из каких-то источников. Поэтому обязательно досматривай до конца. Кроме того, если ты смотришь это видео сегодня, ты можешь на спецусловиях вписаться в марафон. Заходи в нашу группу, которая есть в описании, и читай 4 месяца борьбы с ленью по совершенно смешной цене. Итак, задание номер 7 по экономике. Нужно выбрать верные суждения о рациональном экономическом поведении. Напоминаю, что рациональное экономическое поведение у нас бывает двух субъектов. Это рациональное поведение производителя, которое связано с производством товаров и услуг, и рациональное поведение покупателя или потребителя, которое связано с приобретением тех или иных товаров и услуг. Давайте посмотрим, что же нам тут предлагается. Рациональное экономическое поведение производителя заключается в производстве максимального объема продукции. Несмотря на то, что любой производитель стремится максимизировать свою прибыль, то есть заработать больше денег, для этого и создается у нас, да, это одна из целей фирмы, его рациональное поведение будет тогда, когда он произведет максимальный объем, да, получит не максимальный объем, а когда он получит максимальный доход при минимальных затратах, да. То есть мы можем произвести миллион курсов, например, по подготовке к ЕГЭ по одному рублю, но это нерационально, потому что те затраты, которые мы понесем, они будут больше того дохода, который мы приобретем, поэтому это суждение не является верным и мы его с вами не берем. Далее, рациональное экономическое поведение потребителя выражается в приобретении товаров высокого качества. И вот здесь классическая ловушка ЕГЭ, когда они берут только часть какого-то верного суждения, но без второй части его нельзя считать полностью верным. Конечно, любой потребитель заинтересован в том, чтобы приобрести товары высокого качества, но при этом они должны быть по либо минимальной цене, либо по приемлемой цене для потребителя, да, потому что мы, конечно, можем хотеть купить там iMac Pro за 400 тысяч рублей, но это нерационально, если ваш доход там 50 тысяч в месяц, например, у ваших родителей, то покупка ноутбука или компьютера за 400 тысяч – это нерационально, хотя, безусловно, это высокое качество. Поэтому, несмотря на то, что вроде бы суждение, которое кажется верным, на самом деле оно таковым не является. Далее, рациональное экономическое поведение – это получение максимального дохода при минимальных затратах, а вот это уже верное суждение – это рационально экономическое поведение производителя, то есть мы получаем максимальный доход, но при этом наши затраты минимальны. Это рационально. Далее. Рациональное экономическое поведение потребителя означает, что он стремится получить максимально высокий доход для покупки товаров в услуг. Мы с вами сказали, что его цель – не получить максимальный доход, это у нас относится к производителю, а его цель – получить товары максимального качества при минимальных затратах. Тогда это будет рационально, поэтому это тоже у нас неверно. И последнее рациональное поведение – это представление теоретическое о поведении субъекта, который удовлетворяет определенным условиям. Это, конечно, верное суждение, потому что это теоретическая конструкция. То есть мы на самом деле, понятно, что иногда люди совершают нерациональные покупки при уровне дохода, не знаю, в 30 тысяч рублей покупают айфон стоимостью 80 тысяч рублей. Но вот рациональное поведение – это такая теоретическая конструкция, которая говорит, что в идеале бы хорошо было бы, чтобы субъекты действовали вот так. Поэтому это у нас тоже верное суждение. Таким образом, это очень коварное задание, где не так уж и просто набрать 2 балла. А если вы хотите повторить всю теорию и подготовиться к ЕГЭ, еще раз переходите по ссылке описания, и если вы успеете, то попадете в марафон на спецусловиях. Продолжение следует...